Редактор субтитров А.Семкин Добрый вечер, дорогие телезрители! В эфире телеканала «Союз» программа «Беседы с батюшкой» ведущий Михаил Кудрявцев. Сегодня у нас в гостях снова заслуженный врач Российской Федерации, доктор медицинских наук, профессор, врач-психотерапевт, нарколог, настоятель храма Рождества Святого Яна Предтечи в деревне Юйки, Иерей Григорий Григорьев. Здравствуйте, батюшка! Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Божье благословение да пребудет со всеми вами! Спасибо, Господи! Дорогие друзья, наша сегодняшняя тема – это страсти Христовы и Пасха. Духовный подвиг, а не повод к распущенности. Отец Григорий, расскажите, пожалуйста, в двух словах о тех событиях, которые мы вспоминали сегодня. Ну вот, знаете, Михаил, пока я не стал настоятелем храма, я имел каждый год возможность вот эту пятницу страстную встречать в Святом Граде Иерусалиме. И в этот день там собирается весь мир, и люди собираются у притории, у того места, где был суд над Спасителем, где были его страдания, бичевания, где была его темница, и идут вместе с крестным ходом на Голгоф. И вот я помню, как собирается там тысяча людей, и, казалось бы, давка несусветная, но при этом такая радость, такая благодать и такое внутреннее спокойствие. И вот за много-много лет вот этой вот несусветной всемирной давки там никто не пострадал. Как-то там Божьей милостью так обходится, что благодать охраняет всех людей от травм, от каких-то падений. И вот этот проход, когда проходишь на Голгофу, и когда думаешь о своей прожитой жизни, и когда идешь вместе со Христом на смертные страдания, а мы туда идем с величайшей радостью, потому что мы-то знаем, что Христос воскрес. И когда мы находимся в Страстную Пятницу, мы уже живем Пасхой. То есть для нас, для всех православных людей Страстная Пятница – это преддверие Пасхи. И Страстная Суббота – преддверие Пасхи. Поэтому великая радость. Господь принял на Себя грехи мира. Он открыл нам двери рая. И когда мы предстанем пред Христом, а никто этого не избежит, всем придется после смерти предстать пред Христом. Он скажет нам, «Ты же знаешь, я на Голгофе принял на себя грехи мира, в том числе и твои грехи. Все твои грехи прощены. Но ты-то простил тех, кто обидел тебя, по моему примеру, и остави нам долги наши, якоже, и мы оставляем должником нашим». Если мы сможем Господу сказать, да, Господи, по Твоему примеру, мы простили всех своих обидчиков, я их простил, Господи, тогда и наши грехи будут прощены. Вот в этот день особенно важно задуматься о всех обиженных нами людях и о тех, кто обидел нас, чтобы попытаться подойти к Пасхе, простив всех, на кого мы обижены. Ведь если есть такие люди, которые проявили к нам несправедливость, значит, есть у нас какие-то грехи, которых мы не осознаем, которые будут прощены. Не все грехи, которые прощает нам Господь, мы осознаем до конца. Конечно же, то, что наши грехи скрыты от нас, это великая Божья милость. Если бы мы увидели свои грехи, если бы мы раскрыли гроб своей души, увидели бы все внутренние нечистоты, мы бы вошли в величайшую депрессию ныне, может быть, даже несовместимую с жизнью. Поэтому наше немощи открывается любящим Отцом по мере нашего духовного укрепления. И, конечно же, у нас всегда есть возможность простить тех, кто нас обидел. Это гораздо легче сделать, чем видеть свои грехи. Свои грехи очень трудно увидеть, для этого надо иметь духовную благодать, особую Божью милость. И вот я вспоминаю старцев, которые встречаются друг с другом, говорят, как отче прожит день? Он говорит, плохой день, никто не обидел, не оклеветал, не залил грязью, плохо молимся, усиливаем молитву. Встречаются через некоторое время радостные, счастливые, унавозили, оклеветали. Теперь, Господи, мы расцветем пышным цветом, Господи, мы их простили по Твоему примеру. Поэтому очень важно подойти к Пасхе вот с этим багажом. То есть Пасха – это встреча со Спасителем. Вот представьте, что мы умерли и встречаемся со Христом. Поэтому постарайтесь вот это время, малое время, которое осталось до Светлого Христового Воскресения, использовать для того, чтобы простить тех, кто обидел нас. И, возможно, попросить прощения у тех, кого мы обидели. – Спасибо, Господи, Батюшка. Бог умер. Мы, христиане, это выражение воспринимаем буквально. А Ницше придавал этому выражению переносное значение. Но как Вы считаете, есть ли что-то общее в наших пониманиях? – Конечно, общее есть в наших пониманиях. Конечно, Бог умер как человек. Как Бог, Он не мог умереть. Но Он перенес все страдания, все муки физической смерти. Он перенес эту физическую смерть. И когда Он висел на кресте, был такой момент, когда Он воскликнул – «Боже мой, зачем Ты оставил меня?» – Наверное, никто из богословов не сможет сказать, что именно в этот момент почувствовал Христос. Что Он мог почувствовать, когда Он завис на датской бездне и взял на Себя все грехи мира. Поэтому мы Ему должны быть беспредельно за это благодарны. А потом, когда Господь воскрес, Он разрушил державу смерти. Он открыл нам двери рая. Величайший праздник. Величайшее ликование души всякого православного человека. Я думаю, что Господь Бог един для всех людей, для всех народов, для всех религий, в том числе для Ницше и для всех остальных философов. И богоизбранность еврейского народа в том и заключается, что они показали всему миру, что Господь един для всего мира, для всех людей. И человеческие перегородки до Бога не достигают. И всякий народ, по словам апостола Петра, угождающий Бог, угоден. И заповеди Божьи написаны в сердце каждого живого человека. Но мы, в первую очередь, православные христиане. Мы проповедуем единую святую, соборную и апостольскую церковь. Веру наших дедов, веры наших прадедов. Поэтому, конечно, никого не осуждая в других религиях и ко всем относясь с почтением и уважением, мы твердо держимся своего пути спасения. Того пути, который указывает нам святая, соборная, единая апостольская церковь. Батюшка, но что имел в виду Ницше, когда говорил, что Бог умер? Трудно ответить за Ницше. Я думаю, что, наверное, он так и считал, что он умер как человек и воскрес как Бог. Наверное, Ницше, несомненно, был верующим человеком. Ведь, в общем-то, это мы видим по его работам. Но ему трудно было представить воскресение в оплате. Но мы-то ведь знаем, что Господь воскрес в оплате. Вот это ему было не дано увидеть. Вот поэтому и умер для него Бог. Он, видимо, подразумевал физическую смерть и духовное воскресение. А для нас физическая смерть Христа привела к Его физическому воскресению в оплате. А духовно, конечно, Бог не мог умереть никогда. Речь идет только о физической смерти. Спасибо, Батюшка. К вопросу о прошедшем уже Великом Посте. Давайте подведем итог. С чем, как Вы считаете, мы пришли к светлому Христову воскресения? Вы знаете, вот в Великом Посту, несомненно, конечно, многие люди православные, они стараются как-то соблюдать диету. Чаще посещать храмы, как-то увидеть свои немощи внутренние. И они правильно делают. Но гораздо важнее в Великом Посту сохранить радость духовную. Потому что весь Великий Пост приближает нас к встрече со Христом. Последнее время мне все чаще задают одни и те же вопросы. Почему православные люди такие мрачные, такие невеселые, такие хмурые, такие несчастные? Ведь Господь сказал, потому знают, что вы мои ученики, что будете иметь любовь между собою. Почему же у нас так катастрофически не хватает Духа Любви, если мы являемся учениками Христовыми? Я думаю, что это связано с тем, что вхождение современного человека в церковную ограду происходит через изучение некоторых правил. Например, молитвенных правил утреннего, вечернего, причастного, соблюдение каких-то церковных обрядов, воздержание от пищи. И у новоначального человека иногда складывается мнение, что это и есть самое главное, что если это все соблюдать, это и есть православие. А все правила являются вспомогательными. Ведь лучше всех правила соблюдали фарисеи, саддукии, законы учителей израильские. И закончилось это соблюдение тем, что они распяли Господа нашего Иисуса Христа. Я хочу сказать, что если у нас нет Духа Любви, то не уподобляемся ли мы фарисеям? Не распинаем ли мы Господа нашего Иисуса Христа? Единственное, что фарисеи, в отличие от нас, были высокодуховными людьми, потому что они очень серьезно это соблюдали. Мы очень плохие фарисеи. Нам до них очень трудно дотянуть, потому что все-таки они очень жестко соблюдали эти обряды. Мы обряды-то плохо соблюдаем. То есть я хочу сказать, что главное, что мы должны вынести из этого поста, это Дух Любви. И более всего следует просить Господа о преумножении Духа Любви. Ведь невозможно избавиться от греха, пока не придет благодать покаяния, благодать Святаго Духа Божественной Любви. Собственно говоря, грех – это талант, лишенный благодати Святаго Духа. Невозможно перевоспитать взрослого человека. Все, что в нем заложено от рождения, так и проявляется в нем всю его жизнь. Но когда человек обращается к Богу, особенно на таинстве исповеди, на таинстве святого причастия, то приходит к нему благодать Святаго Духа. Сам Господь входит в душу человека вместе с телом и кровью Христа. И тогда все наши грехи превращаются в таланты. То есть я хочу сказать, что невозможно избавиться от греха без встречи с Богом. Вот хочется пожелать всем нашим православным людям, чтобы они не уподоблялись человеку, входящему в темный погреб с завязанными глазами. Да еще кто-то дает им в руки отвертку и говорит, там надо розетку отремонтировать. В темный погреб надо входить с фонарем, который освещает темноту и помогает определить дорогу. Я бы хотел, чтобы люди из Великого Поста вынесли одну главную истину, что пост – это самое радостное, самое светлое, самое прекрасное время года. И те, кто уже много лет в Церкви, знают, как все мы ждем поста с нетерпением, потому что мы же русские люди и мы не всегда умеем соблюдать умеренность вне поста. Да и в посту-то тоже не всегда это удается. Но пост для нас – это самое благодатное время, потому что пост и молитва, по словам святых отцов, это два крыла, которыми человек поднимается к Богу. Спасибо, батюшка. Отец Григорий, вопрос о рефлексии. Стоит ли человеку в окончании Великого Поста взглянуть на все проведенное время и постараться отыскать плоды в своей душе, то есть подвести личный свой итог проведенного поста. Ведь по плодам узнается дерево, плохое или хорошее. На что обратить внимание? Вот какие маркеры? Я думаю, что все-таки плоды оценивает Господь Бог. Я думаю, что вольно или невольно мы так или иначе оцениваем плоды поста. Но наша оценка всегда очень субъективная и очень легко сбиться в этой оценке. И с моей точки зрения очень страшно увидеть какие-то плоды. Я думаю, что главный плод должен быть следующий. Когда человек приступит к причастию в Светлое Христово Воскресение, он должен сказать Господу, Господи, все во мне плохо. Я абсолютно недостоин встречи с Тобой. И пост я плохо провел. И все у меня не получается. Но я очень хочу, Господи, попасть в Царствие Небесное. Я очень хочу встретиться с Твоим. Прими, Господи, меня не по моему достоинству, а по моей великой нужде. Потому что Господь долготерпелив и многомилостив. Если бы к нам Он применял свой справедливый суд, так, наверное, никто бы и дня бы среди нас не прожил. Поэтому главный духовный итог поста должно быть плач сердечный о своих немощах, сокрушение духовное, которое полностью перекрывается великой пасхальной радостью. Должно быть такое состояние, чтобы человек искренне мог сказать «Воистину, Господи, иго мое благо и бремя мое легко есть». Я человек грешный и немощный, Господи, но благодаря Тебе, благодаря Твоему воскресению, благодаря Твоей победе над смертью, преврати все мои грехи в таланты, Господи. Я очень этого хочу. Вот я думаю, это должен быть главный итог. Радость от встречи со Христом, которая растворяет в себе нашу человеческую немощь, превращает ее в ничто. отец Григорий, вот Вы уже сказали о том, что пасхальная радость, она должна поглотить покаянное чувство. Ну, вот мы почти 50 дней в себе это покаянное чувство развивали, мы оценивали свои действия, анализировали всю свою жизнь. А как переключиться с вот этого покаянного настроя на светлый, радостный, пасхальный, ведь мы даже поклоны земные после Пасхи не будем класть? Я думаю, что мы не совсем правильно понимаем покаянное чувство. Для нас покаяние это некое состояние ну, если угодно углубленного самокопания, снижения настроения, некой мрачности житейской, как не вспомнить слова Спасителя. Когда поститесь, радуйтесь и веселитесь и улыбайтесь, чтобы никто не видел вас постящимися. То есть покаяние это искренняя перемена ума, искренняя перемена жизни, искренняя перемена судьбы. И человек, которому Господь дает благодать покаяния, потому что без благодати покаяться невозможно. Человеческое покаяние это только стучание человека в двери Царствия Небесного. Стучите и отворят. Сколько не сказано. Человеческое не может изменить, а Божественное может. И поэтому у того, у кого искреннее покаяние происходит в посту, он будет получать величайшую радость от перемены духовной, от изменения своего состояния. Если же покаяние будет безблагодатным, человек не получит благодать Божью, а будет каяться только своим умом, то он превратится в безблагодатного подвижника. И такое покаяние приведет человека не к благодати, к унынию, к потере радости жизни. Вот нередко приходят люди на исповедь и говорят «Я не причащаюсь, потому что я изучил свои грехи и считаю себя недостойным причащаться». Практически что вы хотите, чтобы стать достойным? Как вы сможете избавиться от грехов без причастия? То есть человек изучил свои грехи умом. Такой человек напоминает мне студента медицинского института, который изучает предмет психиатрия. Он прочитывает учебник и ставит себе все диагнозы, которые там находят. Так и человек прочитывавший грехи находит у себя все грехи. А профессор он исключает все эти диагнозы, которых может и не быть у человека. И когда мы видим, что мы больны всеми грехами, это значит мы не видим самого главного. То есть наша мысль рассредоточена. Это говорит о том, что мы пытаемся проникнуть в зону закрытую от нас Богом. Надо просить Господа, чтобы Он дал нам благодать покаяния. Если будет угодно, показал по своей милости, укрепив нас предварительно благодатью, то, в чем мы можем измениться. То есть я хочу сказать, что духовную литературу следует читать крайне осторожно и аккуратно, по особому духовному благословению Духовного Отца. До революции во многих монастырях разрешено было всем читать Евангелие «Житие святых». А любую духовную литературу надо было получать индивидуальное благословение. Вот хорошо бы эту практику сейчас восстановить. А то люди начитаются книг, найдут у себя все грехи, войдут в состояние уныния и перестают вообще ходить в церковь. И у меня вот пришла одна девушка и говорит, вы знаете, мне так плохо, я хочу мужа привезти, а муж не идет в церковь. Я говорю, а как должен ваш муж относиться к церкви, глядя на вас? То есть была нормальная жена, стала ходить в церковь, пошла в состояние уныния, да еще и муж тянет туда. Что он должен подумать? Но ведь ваше состояние не имеет никакого отношения ни к церкви, ни ко Христу. Потому что это был человеческий лукавый разум. То есть надо уметь просить Бога о том, что мы не можем сделать сами. и делать сами то, что должны сделать. Поэтому я бы хотел, чтобы люди все-таки радовались от встречи с Богом, чтобы они чаще причащались. И по мере причастия будут уходить наши грехи. И по мере духовного укрепления мы начнем видеть в глубине души то, с чем мы сами должны справиться с Божьей помощью. Поэтому радость должна быть во всем. И пост это время особой духовной радости. А для внешних людей кажется, что пост это какое-то время печали. Это потому, что они видят таких православных людей, которые ходят с печальными смурными лицами. Потому что люди не представляют, какие есть трудности в мире. Вот мне пришлось побывать во многих странах мира. Я хочу сказать, что наша страна это одна из самых лучших стран в мире, где есть все необходимые возможности для реализации любого потенциала человека, для реализации всех его духовных устремлений. Просто мы живем по такому принципу, что имеем нехраним, потерявши, плачем. Ведь вера это верность заповедям Божьим и доверие Богу, благодарение его за все. Вот вера начинается с того момента, когда мы начинаем благодарить Бога за все. Благодарить любящего отца за то, что все наши грехи он неизменно переплавляет в таланты. Металлолом наших грехов переплавляет в сверкающий металл талантов. Спасибо Господи Батюшка. Отец Григорий, вопрос о телесной аскезе. Так или иначе, Великий Пост, все мы старались в чем-то себе отказать. Но в монашеской практике существует такая закономерность, что в общежительные монастыри монахов-отшельников не принимали, потому что в пустыне в аскезе наедине очень растет гордыня. И я думаю, многие и в себе тоже замечают такую закономерность. Чем жестче аскеза по отношению к себе, тем выше ощущение гордыни. Как с ним быть, и это ли плод, с которым мы должны подходить к концу поста? Я думаю, гордыня это в первую очередь попытка человека проникнуть в помысл темные силы. Гордыня это знание духовное без духа любви. Не случайно сатана, отец лжи, повелитель державы смерти, его гордыня беспредельна. Уж больших знаний, чем у него нет ни у кого. Но у него нет любви. И поэтому в духовной аскезе очень важно просить Бога о преумножении духа любви. И как только любовь будет ослабевать, то все духовные достижения превратятся в ничто. Как сказал нам апостол Павел в послании Коринферам, если я имею веру и горы передвигаю, и мертвых оживляю, и отдам все свое имение нищим, и тело свое насажение за Христа, но любви не имею, то моя вера ничто. Любовь долго терпит, милосердствует, нищет своего, не радуется неправде, а сорадуется истине, всему верит, на все надеется, все прощает. Любовь никогда не прекратится, хотя все знания упразнятся. Поэтому для человека, который совершает любую аскезу, очень важно особое постоянное прошение к Богу о приумножении духа любви. и дух любви, когда в человеке проявляется, то человек всегда будет видеть вследствие духовной аскезы, какие хорошие и замечательные люди вокруг, и какой немощный и недостойный он сам. Любая форма духовного самопревозношения, видение своих каких-то духовных достижений, это великое горе и большая беда, потому что в этот момент человек становится подвижником духовным другого ведомства, он уподобляется отцу лжи, сатане. Собственно говоря, это начало духовной прелести. Прелесть это сокровенные духовные знания без духа любви. Великой мудрости много печали, и умножающий знания умножает скорбь. Поэтому очень важно просить Бога о преумножении духа любви. Вот я все время вспоминаю преподобного Серафима Саровского. Он всегда считал себя недостойнейшим из людей. Он ставил себя ниже всех, с кем он общался. И он это делал совершенно искренне. То есть духовная практика без смирения, без духа любви превращается в безблагодатное подвижничество и в состояние духовной прелести. Поэтому очень важно, конечно, когда человек остается один, когда рядом нет какого-то другого человека, который подскажет ему, что у него не в порядке духовная жизнь, это очень высокая ответственность. Я думаю, что современным людям практически вот такая эскеза противопоказана. Знаете, ведь даже психическое заболевание начинается со снижения критической самооценки. Когда человек заболевает психическим заболеванием, сам себя он больным не считает. Окружающие начинают видеть, а он не считает. Ну, например, когда муж пьет, и жена говорит ему, иди лечись от пьянства, муж ей говорит, тебе надо, иди лечись сама. Он это искренне говорит. Он не считает себя алкоголиком. Это вот состояние духовной прелести. Поэтому, если угодно, человек духовно больной всегда болен психически. Спасибо, батюшка. И вот затронутую вами тему хочу задать вопрос от телезрителя ВКонтакте. Раб Божий Владимир спрашивает, стараюсь поститься полным отказом от пищи раз-два в неделю, среда и пятница. К концу первых суток начинает сильно болеть голова, в начале вторых суток головная боль доходит до тошноты. Предполагал, что сахар падает в крови, употреблял мед с водой во время поста, но не помогает. Как быть? Нужно ли таким образом продолжать поститься? Ну, несомненно, вот эти все симптомы, которые происходят во время голода полного, говорят о большой зашлаковке организма человека шлаками. Шлаки – это вредные химические вещества, которые мы получаем с водой, пищей и воздухом. И в момент голода происходит выход этих шлаков, их выделение. То есть надо просто пить как можно больше жидкости, разжижая кровь, такую детоксикацию проводить. И, в общем-то, постепенно это все пройдет в обязательном порядке. Может быть, два раза в неделю и многовато голодать, достаточно и одного раза, но лучше 36 часов. Если мы голодаем в среду, к примеру, то вторник ужинаем, четверг завтракаем. Я думаю, этого поначалу достаточно. И постепенно через 3-6 месяцев такого еженедельного голодания вот эта вся симптоматика пройдет. То есть она бывает у всех, кто начинает голодать. А потом это все проходит постепенно. По мере очистки организма от шлаков. Но шлаки должны выходить постепенно. Особенно, когда их много. В организме взрослого человека может быть несколько килограммов, 2-3 килограмма токсических веществ. Если они сразу высыпятся, это страшная интоксикация будет. Поэтому выходят они постепенно. Спасибо, батюшка. Но один из телезрителей, раб Божий Максим, задал такой вопрос о вашей предыдущей телепередаче, когда вы более подробно говорили о голоде. Стоит ли всех так призывать к голоду? Ведь, наверное, у очень многих есть противопоказания. Ну, вы знаете, я просто рассказывал о голоде. И я не могу сказать, что я всех призывал. Я думаю, что для всего существуют показания и противопоказания. Поэтому я говорил о небольшом голоде, о суточном голоде и максимум недельном голоде. В принципе, это небольшой голод, он не опасен. Вот когда человек более длительные сроки голодает, он, конечно, должен посоветоваться со специалистами, которые имеют опыт в этом направлении, то есть самому или хотя бы знать людей, которые голодают длительно. Но самому не стоит проходить эту дорогу в одиночку. Поэтому, в принципе, вот так я могу сказать. Противопоказания для голода, ну, на самом деле, для голода гораздо больше показаний, чем противопоказаний. Вот противопоказания, они существуют для обжорства. при правильном подходе голод вреда не причинит. Все болезни, они от еды происходят, от переизбытка пищи. От недостатка никогда этого не будет. Ну, вот посудите сами, ведь вот вся живая природа, она голодает периодически. Ну, например, звери в лесу, то есть пища, то нет пищи. И вообще, всякое живое существо, животного мира, когда заболевает, начинает голодать, голод – это всегда лечебный фактор. Поэтому я не вижу особых противопоказаний при небольших сроках голода. Поэтому я говорил, что если у кого-то есть желание вот как-то так вот поголодать в посту несколько дней, то это будет хорошо. Но опять же, если вам станет тяжело, вы можете выйти. Ничего тут такого опасного нет. Я, во всяком случае, не знаю ни одного человека, который повредил бы свое состояние физическое или психическое голодом. при длительном голоде, при неумелом выходе можно это повредить. Да, конечно. Поэтому длительный голод только при консультации со специалистами в области лечебного голодания можно проводить. Батюшка, но вопросы часто возникают в связи с желудками. Сейчас очень у многих язвы, гастриты и даже небольшое воздержание от пищи вызывает приступы. Ну, во всяком случае, желудочно-кишечные заболевания не являются противопоказанием для голодания. При условии, что человек будет принимать жидкость, принимать воду. При этом, при небольших голоданиях, все лекарства, которые человек принимает, он может принимать. То есть, не обязательно отказываться от лекарств во время голодания. По крайней мере, до недели это без проблем. И, в общем-то, все болезни желудочно-кишечного тракта, опять же, связаны с неправильным питанием, а не с лечебным голоданием. То есть, вообще, вот эти болезни, все они восстанавливаются при правильном лечебном голодании. Но если болезни серьезные, то все-таки самому так длительно голодать не стоит, а надо консультироваться со специалистами. Во всяком случае, в моей практике есть немало случаев, когда у людей восстанавливается работа желудочно-кишечного тракта после голодания, гастриты. Собственно говоря, при гастрите и требуется первое голодание. Вот есть, например, такое заболевание панкреатит, воспаление поджелудочной железы, которое крайне неприятно. Так вот, холод, голод и покой это, ну, как бы классика терапии панкреатита. И, в общем-то, когда у человека есть панкреатит, у него всегда есть и гастрит, и часто язвы бывает, и холецистит. Именно лечебные голодания в этих состояниях, они, как бы, кроме пользы ничего не принесут. Вот это вот такая иллюзия, что если человек не будет питаться, то кислота переварит желудочную стенку. Это, конечно, ну, неправильное такое вот видение физиологии питания. То есть, хочу сказать, что голод не повредит в этой ситуации. Это психологическая установка неверная у человека в голове, что надо обязательно есть, чтобы кислота желудок не растворила. Спасибо, батюшка. Расскажите, пожалуйста, о таком явлении, да, как выработка привычки. Вот я знаю информацию, что за три недели примерно формируется привычка, и за время поста у нас уже, в принципе, у всех сформировалась привычка к постному рациону питания, к воздержанию от алкоголя, прочие другие, дай бог, полезные привычки. Но вот сейчас приближается Пасха, и кажется, ну вот надо же поесть, надо же выпить, вроде как разговление, вроде как Пасха. Вот что делать с этим надо же, и что делать с привычками? Ну помните, что всем не можно, но не все полезно. И помните, что хорошие привычки, они вырабатываются с перевеликим трудом, а плохие довольно быстро вырабатываются. Поэтому постарайтесь вот те положительные навыки и привычки, которые выработались в посту, сразу же не разрушать. Постарайтесь поменьше принимать пищи, постарайтесь не обжираться сразу же в первые дни Пасхи, не объедаться. Помните, что объем желудка, может быть, как я вам говорил, уже образно говорю так, от одного стакана до одного ведра. Если у вас желудок уменьшился в посту до одного литра, не надо его превращать в ведро, быстро растягивать желудок большим количеством пищи. Поэтому проявляйте здравый смысл. Помните, что человеку можно все, но любое обжорство приведет к возникновению многих заболеваний, в том числе тех, о которых было сказано, желудочно-кишечных. Поэтому вот именно этот резкий переход от питания умеренного к неумеренному, от правильного к неправильному, крайне губителен для здоровья человека. И не превращайте Пасху и Пасхальную Седмицу светлый радостный период в период болезней. Постарайтесь войти в нее постепенно, так, чтобы желудочно-кишечные проблемы при обжорстве не лишали вас пасхальной радости, чтобы не лишить себя пасхальной радости, приняв избыточное количество пищи или спиртных напитков. Вот будьте очень аккуратны и умеренны. И помните, что максимально сохраняйте вот эти вот навыки. Я думаю, что уже когда закончится вот эта вот пасхальная седмица, то можно уже и голодать начинать сразу будет. В пасхальную это, конечно, седмицу голодать не следует все-таки. Спасибо, батюшка. Но вот как бороться с этим стереотипом, что вот наступает Пасха и вот надо, надо, надо бы там поесть, надо бы выпить, надо бы в гости обязательно сходить в одни, вторые, третьи. Ну, на самом деле, вот именно пост, он вырабатывает другие навыки. И такой резкой тяги к этому не будет ничего, потому что уже выработались добрые привычки. Вот не надо теперь активно вырабатывать отрицательные привычки. Не преодолевайте себя, не переедайте, не ходите в те гости, в которые не хочется пойти. Старайтесь проявлять здравый смысл и умеренность во всем, в том числе и при выходе из поста. Это будет крайне для вас полезно. Крайне полезно. Вот поэтому максимально, еще раз говорю, сразу после вот этой, вот когда закончится пасхальный период, сразу начинайте голодать. Опять вот, вот этот навык все время восстанавливать постоянно в себе. То есть старайтесь того хорошего, чего вы добились, держаться и не разрушать его, потому что все можно. В конце концов и в посту все можно. Если так уж говорить. по сути дела. Пост это рекомендация, но человек может и в посту обжираться и делать все, что угодно. Поэтому, раз уж вы как бы выдержали пост, старайтесь этот пост как бы все лучше от поста перенести и на тот период, когда все можно. Спасибо, батюшка. Ну, может быть, такой вопрос примитивный и может быть не вполне уместный сегодня в Страстную Пятницу, но времени задать его у нас не будет. Как должен выглядеть с точки зрения диетолога стол пасхальный? Ну, конечно, мы же православные люди, поэтому молочные продукты, творог, пасха, кулич, это все вот должно присутствовать и, наверное, может быть, при первом выходе вот этого и достаточно будет, небольшое количество. Ну, какое-то, может быть, мясо, может быть, больше паровое в небольшом количестве постепенно. И вообще мясную пищу с годами надо ограничивать. Старайтесь все-таки хотя бы среду и пятницу жестко соблюдать, а в остальные не тоже по возможности заменять мясо рыбой. И все-таки помните, когда вы едите мясную пищу, обязательно ее надо с овощами принимать всегда. То есть, должно быть большое количество салатов, вот гарниром лучше всего салат, чтобы был. Ну, и вот помните про количество пищи. За один прием от 250 граммов до 500, включая жидкость, больше желудок не растягивайте. То есть, пол-литра, вот возьмите все, что стоит на столе и где-то пол-литра больше не съедайте. Вот это правило обязательно соблюдать. Вот это главный, такой главный совет. Главный совет. Спасибо, батюшка. Вы уже говорили о том, что прощение – это главная задача на оставшееся время. Это фактически вот чуть больше суток осталось до встречи Пасхи. Но как себя вести, может быть, физически? То есть, вот что стоит делать, чего не стоит делать? я думаю, что последние дни перед Пасхой надо провести в храме, насколько это возможно. И еще раз напоминаю, что если мы не простили тех, кто нас обидел и не попросили прощения, то пост прошел напрасно. Мы не сможем встретиться со Христом. Вот иногда люди, когда причащаются, не чувствуют, что Господь сходит в их душу. Господь как бы проходит сквозь человека. Потому что мы не простили тех, кто нас обидел по его примеру. И мы не можем с ним встретиться. И он не может нам оставить наших грехов, якоже, и мы оставляем должником нашим. Во оставление грехов и в жизнь вечную, говорит священник, когда причащает человека. Но если человек не простил тех, кто его обидел, то как же Господь может оставить ему его грехи? Человек не хочет поступать по образу и подобию Божьему. Поэтому последние дни проведите максимально в храме Божьем. Вот я бы сказал, лучше не выходить из храма. Сидеть в этом Божьем бункере, в Божьем храме, под Божьей защитой, и постараться финишировать. Ведь для нас очень важно, как мы финишируем. Насколько мы придем в состояние умиротворения для встречи с воскресшим Господом нашим Иисусом Христом. Спасибо, Господи. О, финише, батюшка, не у всех хватает сил и возможности присутствовать на ночной службе от начала до конца. Как Вы считаете, литургия, которая служится уже в сам воскресный день, меньше она или, так сказать, по своему достоинству и чести, чем вот та ночная литургия? Нет, дневная литургия по чести достоинства не меньше. И если человек по своей немощи или по каким-то причинам, по многолюдию не может присутствовать, то любая литургия на вот этой вот седмице пасхальной, она будет благодатная. Поэтому постарайтесь причаститься в воскресенье. Не получится, ну, в понедельник, вторник, каждый день будет церковная служба. Но старайтесь вот в это время причащаться как можно чаще. Это очень-очень-очень важно. Очень важно. Иногда люди говорят, а как вообще вот поститься в это время. Но в этот период обычно поста нету. И самое главное нам литургический пост соблюдать. Шесть часов до причастия не вкушать пищи и воды. Вот. Ну, то есть, если мы приходим на утреннюю службу, с двенадцати ночи мы обычно не вкушаем. Это значительно больше шести часов. Ну, как минимум, хотя бы шесть часов, чтобы вот до начала службы мы не принимали пищи и воды. Вот это вот, наверное, главная, главная такая подготовка должна быть к таинству причастия. И в это время очень важно причащаться как можно чаще, потому что вот в этом и будет главная пасхальная радость постоянной встречи со Христом. Спасибо, батюшка. Но, тем не менее, во многих уголках России, насколько я понимаю, все еще этот вопрос открытый для людей, можно ли причащаться в саму Пасху, в само светлое Христово воскресенье, в ночную службу, или уже именно утреннее воскресное? Ну, я думаю, что этот вопрос каждый человек пусть задаст сам себе, увидит в своем сердце Христа и спросит его, можно ли причащаться. И что ему ответит Христос? А для чего это все было? Это самое главное. И вопрос, конечно, такой существует. Я даже не знаю, откуда он взялся. Во всяком случае, в первые века христианства такого вопроса не стояло. Это порождение уже, ну, я не знаю, периода, начиная с 17 века. И вот это все начало возникать после того, когда люди стали редко причащаться. И вот эти все правила и подходы, они появились в таких вот в аскетических монастырях при редком причастии. Поэтому, конечно, все зависит от священника, все зависит от той установки, с которой он обращается к пастве. Но на самом деле ведь все это делается для встречи со Христом. Поэтому в это время, с моей точки зрения, надо причащаться как можно чаще. И вот эту точку зрения разделял святой праведный Анкарнштадтский, преподобный Серафим Саровский, святитель Игнатий Бринчанинов и многие-многие святые подвижники, которые призывали людей к частому причастию. Особенно в этот период. Поэтому я надеюсь, что все наши прихожане и священнослужители проявят здравомыслие, любовь и экономию, мягкий подход к людям, дабы не вергать душу страждущего в стремнины отчаяния, о чем говорит 121-е правило 6-го Вселенского Собора. И не будут применять акривию, жесткий подход. Именно потому, что Христос воскрес. И радость наша беспредельна. И мы все хотим встретиться со Христом. И поэтому причастие для нас жизненно необходимо. Как духовный воздух, как особый духовный кислород, как особая благодать. Души наши раскрыты ко Христу. я хотел бы, чтобы никто не воспрепятствовал человеку встретиться с воскресшим Господом нашим Иисусом Христом. Спасибо, Господи, Батюшка. Хочу задать Вам вопрос из тех незаданных, что были подготовлены к прошлой передаче. К сожалению, на все вопросы мы успели в тот раз ответить. И вопрос от телезрительницы таков. Если употребляет алкоголь беременная женщина, чем это опасно? И соответственно, каким образом можно на нее воздействовать, если ее не останавливает даже ее собственная беременность? Ну, конечно, это опасно тем, что младенец может родиться с предрасположенностью к алкоголизму. И в данном случае грехи родителей могут на него перейти. И если человек желает здоровья своим детям, то он старается воздерживаться от алкоголя не только в период беременности, но и хотя бы минимум за полгода до беременности. И в общем-то, если человек этого не понимает, то ему надо прийти хотя бы пообщаться с врачом, поговорить, может быть, обратиться к Богу за помощью, дать зарок хотя бы на время беременности, думая о здоровом поколении, о здоровых детях. Но если родители не желают здоровья своим детям, это как-то даже неестественное такое состояние. Знаете, вот в библейской энциклопедии атеизм расшифровывается как неестественная чудовищность. Я в этом вижу какую-то неестественную чудовищность. Но если вот эти аргументы для человека их недостаточно, ну что можно сказать? Вольному воле, спасенному рай. Господь Бог дал человеку свободу воли. Человеку можно все. Он имеет полное право двигаться в ад с той скоростью, с какой он считает нужным. Человек даже может жизнь самоубийством покончить. Господь не лишает его такой возможности. Только надо помнить, что это особая форма духовного и физического психического безумия. Поэтому призываю вас ни в коем случае не доводите до такого состояния. Вот по моей практике даже самые отлетевшие наркоманы на период беременности не курят, не пьют, не принимают наркотики. Поэтому если женщина пьет в период беременности, значит действительно что-то у нее с психикой серьезные нарушения какие-то. благодарю вас отец Григорий за ответ. Осталось у нас совсем немного времени нашей программы и хочется попросить вас может быть еще пару слов о этом благодатном но печальном времени когда Господь находится во гробе и мы все ждем вас. понимаете что в субботу на гробе Господнем возгорится благодатный огонь и все зло будет уничтожено и радость распространится по всему миру и поэтому думайте о предстоящей встрече с Господом нашим Иисусом Христом мы почувствуем этот огонь в каждом храме в каждой деревне в каждом городе милостью Божьей 22 года подряд я бывал в Русалиме и 17 лет мне удалось побывать на благодатном огне поэтому пусть благодать Божья горит в ваших сердцах пусть Господь поможет вам достойно и радостно окончить этот пост в конце которого все мы встретимся со Христом и Божье благословение да пребудет со всеми вами во имя Отца и Сына и Святаго Духа Аминь Спасибо Господи Батюшка Спасибо Дорогие друзья я напомню вам что с нами сегодня был заслуженный врач Российской Федерации доктор медицинских наук профессор врач психотерапевт нарколог настоятель храма Рождества Святого Иоанна Предтечи в деревне Юки Ирей Григорий Григорьев ведущий Михаил Кудрявцев Всего доброго до новых встреч Желаем вам встретить с радостью в сердце светлое Христово Воскресение До свидания Субтитры